Все мы знаем наш известный лечебно-профилактический гель Демотен, у которого три основных актива. Это гиалуроновая кислота, которая хорошо увлажняет сок алоевера, который обладает иммуностимулирующим эффектом и успокаивает кожу, и лечебная доза серы, которая контролирует количество патогенных микробов на коже лица или любой другой сибарейной зоны, на которой мы эти препараты можем использовать. То есть это может быть грудь, плечи, спина. Но Демотен можно использовать в комбинации с другими какими-то лечебными или лечебно-профилактическими средствами. Притом, если акне или какие-то еще акнеформные дерматозы находятся в ремиссии, то есть нет обострения, нет большого количества воспалений свежих, то достаточно одного Демотена для профилактики, для увлажнения кожи. Кроме того, он не комедогенный, он не содержит жиров, имеет легкую гелевую текстуру. Но если же появились воспаления или они появляются, лучше всего комбинировать уже Демотен с какими-то более селективными средствами, которые воздействуют прицельно на воспаление, на поствоспалительную пигментацию. И идеальным вариантом в данном случае будет азолаиновая кислота, то есть препараты с азолаиновой кислотой. У нас в Гильтеке тоже такой препарат есть. Это сыворотка Стопакне из серии Антиакне. И она содержит азолаиновую кислоту в количестве 10% в сочетании в комплексе с глицином. То есть азолаиновая кислота в таком виде не обладает таким сильным раздражающим свойством, как, например, аналоги с чистой азолаиновой кислотой, в том числе больше концентрации. А в качестве лечебного и лечебно-профилактического ухода подходит очень хорошо. Не вызывает сильных раздражений каких-то. То есть при нанесении может быть легкое покалывание, пощипывание, но оно в течение буквально нескольких секунд, максимум минут и проходит. Это нормально. И азолаиновая кислота в таком виде, в виде азологлицина, она очень хорошо переносится. Даже если это не просто акне, воспаление на коже, а если, например, обострение розация. При розация, как известно, кожа отличается неадекватным иммунным ответом. Очень реактивная, гиперреактивная. И поэтому переносимость уходовых и лечебно-профилактических и лечебных средств, она очень важна. Кроме того, сыворотка стоп-акне содержит другие компоненты и уходового плана, и себорегулирующего плана. То есть здесь есть депантенол, здесь есть сок алоэ вера, который успокаивает кожу, опять-таки способствует усилению репаративных функций, то есть разрешаются и заживают воспалительные элементы быстрее, чем без использования аллогичных средств. И в составе есть пребиотик, компонент сирены шилд, или, если его химическое название, привести до бутил, гидроксициклогексанкарбоксилат, который подкармливает микрофлору нормальную, которая должна вытеснять микрофлору патогенную. Кроме того, в составе здесь очень эффективный себорегулирующий комплекс, который содержит цинк, медь, магний и регулирует выработку себума. Соответственно, убирает гиперпродукцию. Азлаиновая кислота работает на профилактику фолликулярного гиперкератоза, который является основной причиной возникновения акнеакнофорных дерматозов. И работает еще на устранение и предотвращение поствоспалительной пигментации, так как блокирует фермент тирозеназ. Таким образом, вот эта парочка Дематен и Стопакне, это такой идеальный вариант для ухода за проблемной кожей при акне, то есть угревой болезни, при акнефорных дерматозах и при паплопустулезной стадии розации. В целом, уход за проблемной кожей при акне, при паплопустулезной стадии розации должен быть комплексным. И это не только сильно действующие препараты или лечебно-профилактические препараты, которые наносятся на кожу на весь день, но это и очищение поверхностное и глубокое. Для очищения проблемной кожи рекомендуются наиболее мягкие средства, которые не содержат лауриллурет сульфатов, то есть жестких паф, пенообразователей, которые повреждают гидролипидный барьер. Идеальным вариантом я считаю гель очищающий, в котором основа является очень мягкой, и это кокоглюкозид, натуральный паф, который мягко очищает кожу, не очень сильно пенится, но при этом очищает эффективно и не разрушает гидролипидный барьер, то есть не нарушает защитную функцию эпидермиса. После того, как мы умылись очищающим гелем, обязательно, для любой кожи, но для проблемной особенно, нужно использовать тоник. Тоник используется для того, чтобы восстановить PH, быстро его восстановить, потому что сам он будет восстанавливаться порядка двух часов, а при использовании тоника в течение 15 минут уже придет в норму. В норме у нас PH кожи слабокислый, то есть где-то в диапазоне от 4,5 до 5,5, максимум 6. Соответственно, тоники с нейтральным таким PH, либо со слабокислым PH нормализуют его очень быстро, а такой PH кожи обеспечивает оптимальные условия существования нормальной микрофлоры, потому что патогенная микрофлора, вызывающая прыщи, говоря простым языком, она любит больше щелочной PH, и когда PH сдвигается в щелочную сторону, как раз обостряется акне зачастую, а нормальная микрофлора, она хорошо существует при слабокислом PH. Два варианта тоников, которые хорошо использовать при проблемной коже, будь это кожа с акне или с папулопустулезной стадии розация, это тоник для жирной проблемной кожи, который не содержит никаких подсушивающих компонентов, не содержит спирта, является просто балансирующим тоником, то есть он содержит себорегуляторы, в частности, например, экстракт гомомилиса. Второй вариант – это освежающий тоник с АХ-кислотами. Вот этот тоник имеет слабокислый PH в диапазоне от 3,6 до 4, и данный тоник содержит небольшую концентрацию, 4%, всех АХ-кислот, которые вообще в природе существуют, и лимонные, и яблочные, и гликолевые, и молочные, и винные, и первиноградные, то есть и такой комплекс богатый, небольшая концентрация салициловой, бета-гидроксикислоты добавлена, и себорегулирующий комплекс по аналогии с тем, который находится в сыворотке стопакне. Так вот, утром можно использовать тоник для жирной проблемной кожи, вечером тоник с АХ-кислотами. Желательно, если мы используем кислотные средства какие-то, в том числе даже стопакне, хотя азолаиновая кислота не является общепризнанной фототоксичной кислотой, но всё равно кожу летом, когда активное солнце, не обязательно даже летом, зимой на горнолыжном курорте тоже может быть очень активное солнце, нужно защищать средствами с СПФ. И ещё очень важно проблемную кожу, как правило, она жирная или комбинированная бывает, редко, когда сухая кожа становится проблемной, склонна такая кожа к закупориванию пор. Поэтому эти поры нужно регулярно очищать. Зачастую фолликулярный гиперкератоз способствует тому, что забиваются поры, плюс какие-то наружные средства, которые человек наносит, могут оказаться комедогенными. И в таком случае регулярно стоит проводить глубокое очищение. Какими-то агрессивными методами, скрабированием, скатками, какими-то частыми кислотными пилингами с большим процентом кислот, очищать, конечно, такую кожу не рекомендуется, потому что она всегда имеет повышенную чувствительность. Оптимальным вариантом являются энзимные пилинги. То есть энзимная пектиновая маска, которую мы наносим на кожу 1-2 раза в неделю, на очищенную кожу на 15 минут под пленку, потом смываем водой. Смывать лучше всего вот таким вот полотенчиком одноразовым, потому что трение дополнительное вот этой мягкой ткани о кожу создаёт ещё эффект лёгкого пилинга, и при этом не травмирует эпидермис на роговой его слой. Так вот, использование энзимной пектиной маски, которая содержит фермент папаин, мочевину и небольшой процент 5% молочной кислоты, это оптимальный вариант для регулярного глубокого очищения, в том числе и проблемной кожи. Нормальную кожу тоже можно беспроблемно очищать этим средством 1-2 раза в неделю. Если же в дополнение к каким-то проблемам на коже лица, например, при розации, патологический процесс перешёл на веки, то у нас тоже есть препарат, который по составу напоминает демотен, это блефарагель-2, тоже содержащий гиалуроновую кислоту высокомолекулярную, сок алоэ вера и серу, который можно использовать на подвижные веки, на ресничный край для ухода за этой зоной, когда там есть какой-то воспалительный процесс. Вот таким образом оптимально сочетать эти препараты, представленные здесь, демотен, сыворотка стопакне, очищающие средства, тоники энзимной маской, блефарагель-2 для ухода за проблемной кожей, за жирной комбинированной кожей, при акне, угревой болезни, акнеформных дерматозах и по полупостулёзной стадии розации. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова